С вами Алексей Ницца и сегодня во второй части серии видеоуроков о визуализации данных на карте я расскажу, как собрать эти данные в случае, если ваш сайт на WordPress. Для этой цели мы будем использовать один из множества плагинов, которые позволяют делать форму на вашем сайте. Этот способ хорош тем, что все данные будут храниться внутри вашего сайта. Принцип действия такой же, как и у Google Form. Вы создаете поля, куда пользователи будут вносить нужную вам информацию, а дальше эту информацию можно использовать в своих целях. Обращаю ваше внимание, что открыто публиковать можно только ту информацию, которую не показывают личные данные пользователей, например, электронную почту, телефон и другие конфиденциальные данные. Перейдем в раздел установки новых плагинов и введем в поле поиска Forms. Как видим, существует очень много плагинов. Для выбора подходящего рекомендую обращать внимание на три параметра. Дату последнего обновления, число скачиваний и количество из звездочек. Также важно, чтобы базовый набор функций был бесплатен. Если по какой-то причине плагин вас не устроил, его всегда можно удалить и установить новый. Устанавливаем выбранный плагин и переходим в появившийся раздел. Обычно в таких плагинах есть предустановленные формы, которые вставляются в любое место вашего сайта с помощью шорткота. Но мы создадим форму заново. Нажимаем Add New и попадаем в меню создания формы. Выбираем текстовое поле и меняем его название. Также ставим галочку, чтобы это поле было обязательно для заполнения. Если человек не заполнит это поле и нажмет Отправить форму, то его попросят заполнить это поле еще раз. Как и в предыдущем видеоуроке, мы создадим форму с тремя полями. Имя человека, город, в котором он живет и температура в городе на тот момент, когда он заполняет форму. Эти данные мы впоследствии будем визуализировать. Также не забываем добавить кнопку Отправки формы, поменяв на ней надпись. Теперь сохраняем форму, копируем ее в шорткот и вставляем в нужное место сайта. Вот так пользователь увидит эту форму. Я введу для примера тестовые данные, чтобы показать, как и куда они записываются. Переходим в раздел Submissions, чтобы посмотреть данные, и выбираем форму, с помощью которой эти данные были собраны. И как мы видим, появляется именно та информация, которую я вводил, плюс мой мейл и имя, так как я являюсь зарегистрированным пользователем этого сайта. Что же дальше делать с этими данными? Их можно скачать на компьютер в формате CSV-файла, это тип файла с данными, или в формате XML. Скачаем данные в CSV, откроем их, например, с помощью Google Таблиц. Так мы видим, все отображается верно. Таким образом, плагины для создания форм – это хороший способ сбора данных на вашем сайте под управлением WordPress. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»